Каникулы у салаватских школьников прошли не только приятно, но и полезно и весьма познавательно. В рамках республиканской акции «Зимний Сабантуй» состоялось мероприятие традиции национального чаепития. На столах, укрытых скатертями, колоритные оригинальные самовары, лакомства и другие тематические атрибуты. Тема встречи во всех смыслах вкусная. Поскольку в наших музейных фондах собралась достаточно большая коллекция самоваров, различных форм, размеров, различных видов. И вот эту красоту нам захотелось показать в рамках этого мероприятия. Тем более, как вы понимаете, время праздников новогодних, когда люди собираются за праздничным столом, пьют чай. И традиционным как раз предметом, который был центром русского чаепития, был как раз и самовар. Самоваров в музее собралось немало. В основном их приносили жители города. Это сохранившиеся семейные реликвии, хранящие в себе дух времени и частные истории. На лекции жеребят узнали немало интересных фактов о том, как чаевничали представители разных народов нашей страны. Например, в русской традиции первые упоминания о чайных посиделках встречаются уже в летописях. Чай пили медленно. В Подмосковье столы, покрытые скатертями, ставили прямо на опушке леса. К чаю подавали булки, сухари, балык, копченую колбасу. В Туве пили чай-жеребчик. Для заваривания нужно было предварительно подготовить горть мелкого кварца или базальтовой гальки. А у башки Рыздовна принято подавать к чаю любимый мед. Но ни в коем случае не класть его в сам чай. Ведь когда мед разогрет, он теряет полезные свойства. В напиток добавляли чабрец, зверобой, листья бадана и смородины. Юные зрители под впечатлением. Из беседы ребята узнали о необычных приметах и поверьях, связанных с чаепитием. И, конечно, смогли тщательно рассмотреть экспонаты выставки.